Окунуться в мир, лишенный звуков, или оказаться в полной темноте – такие испытания должны были пройти участники инклюзивного квеста. Ребята с ограниченными возможностями здоровья, наравне со своими сверстниками-волонтерами, объединялись в команды и образовывали одно целое. В квесте приняли участие около 50 человек. Это учащиеся старших классов школ с инвалидностью и без инвалидности, студенты медицинского колледжа, сотрудники образовательных учреждений, волонтеры, сотрудники Байкальской горной компании. Это уже не первое мероприятие в Забайкальском крае. Мы работаем здесь, наша организация «Белая трость» с 2016 года в плотном взаимодействии с местными организациями при поддержке Байкальской горной компании. Мы формируем инклюзивную культуру в Забайкальском крае. Мы работаем в Чите, в Каларском районе, в других небольших городах, в Петровске, Забайкальском, Шилке. Инклюзия – это взаимодействие людей с инвалидностью с представителями других социальных групп. Люди с инвалидностью – это крупнейшее меньшинство в мире. 15% населения с ограниченными возможностями здоровья в основной своей массе вынуждены сидеть дома. Большинство людей не понимают, в чем может быть полезность инвалидов. Но благодаря социализации эти люди развивают в себе новые таланты и возможности. Например, незрячие начинают лучше слышать, обонять и осязать. У них развивается память и трехмерное воображение, а также появляется доверие к миру. Инклюзивные мероприятия помогают людям с инвалидностью позитивно влиять на окружающих. Они могут обучать их быстрее думать и принимать решения, а также верить в свои силы. Берет город из-за таких людей. Это смелые, отважные очень люди, которые, несмотря ни на что, идут только вперед и доказывают нам с вами, что проблем-то нет, есть возможности, если есть желание. Мероприятие очень хорошее. Я с удовольствием принимаю участие. Мы будем поддерживать ежегодно и горная наша компания, и город Чита. Мы будем, безусловно, поддерживать такие мероприятия. И надо их расширять и развивать. Попробовать себя в живописи с завязанными глазами могли все желающие. Этот перформанс показывает, что в каждом из нас есть спящие способности, которые при необходимости можно развить. Игра «Матрешка» напоминает керлинг. Ребята увлеченно борются за успех. Планируем ежегодно увеличивать частоту этих мероприятий, чтобы как можно больше забайкальцев вовлечь в формирование инклюзивной культуры. Чтобы вот эта грань между людьми с ограниченными возможностями и обыкновенными людьми, она просто-напросто стиралась. Мы видим в этом свою миссию. Жить полноценно возможно и человеку с ограниченными возможностями. Это на своем примере доказывают подобные инклюзивные мероприятия. Они учат слышать каждого, видеть незримое и преодолевать препятствия в повседневной жизни. Анастасия Кошечкина, Дмитрий Пенигин. Время новостей.